Ассаляму алейкум и рахматуллах и баракат, уважаемые братья. Просим Аллаха, как Он нас вместе собрал в самые лучшие своих дней, в самом лучшем месте, чтобы также в Судный день нас собрал в самом лучшем месте в Раю, в Джанна, братьями, любящими друг друга ради Аллаха. Пусть Аллах, просит нам наши грехи и ведет нас по прямому пути. Сегодня хотели бы с вами взять тафсир, суры из Кур'ана. И наставление через Кур'ан – это самое лучшее из наставлений. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, говорит, «Инна фи дзекра лиман кана лахум калб». В Кур'ане есть напоминание для того, кого есть сердце. То есть сердцем размышляет человек касательно Кур'ана. Также Аллах, Субхану Ва Та'Аля, описывая неверующих, говорит, «Лахум кулубу ла яакилу набиха». У них есть сердца, которыми они не размышляют. Описывая Кур'ан, Субхану Ва Та'Аля, сказал, «Ва иннаху ла танзилу раббил ааламин, назалабихин руху ламин, аля калбик лектакуна минал мунзирин, били санин арабиим мубин». Поистине, он, Кур'ан, неспосылание от Господа миров. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, избрал для того, чтобы неспосылать Кур'ан самого лучшего из ангелов Джабраиля, аля калбик на твое сердце, сказал, Субхану Ва Та'Аля, дабы ты был из числа увешевателей, били санин арабиим мубин, на ясном, прекрасном арабском языке. Также Аллах, Субхану Ва Та'Аля, описывая Кур'ан, говорит, «Кур'ан — это разъясняющее знамение в сердцах обладателей знаний». Также, Субхану Ва Та'Аля, приповелевает нам и говорит, «Размышляйте над Кур'аном». Кур'ан — это не просто красивое чтение, в первую очередь, это размышление над ним. «Неужто они не размышляют над Кур'аном?» или «На их сердцах замки», говорит Субхану Ва Та'Аля. Поэтому мы с вами часто читаем Кур'ан, некоторые из нас знают перевод, но Тафсир, Кур'ан, он дает более глубокий смысл. Поэтому, когда мы хотим, читаем Тафсир, перед тем, как мы читаем, хотим понять, что мы хотим от аята, что мы хотим получить с вами от этого аята. Если мы хотим получить фикх, понимание, как фикха, то нам лучше читать аят Тафсир Аль-Куртуби, потому что имам Куртуби, помимо Муфессира, он был еще фақихом, ученым в области фикха, и оставил свою изюминку фикха в Тафсире. Са'ади, Абдул-Рахман Са'ади халапан нас, то есть он много общался с людьми, и оставил в своем Тафсире хляк, гылк, нравственные качества. Ибн Кафир, то есть Тафсира Кур'ана Азима, помимо Тафсира Кур'ана Азима, у него есть еще есть другая книга, которая называется «Аль-Бидая-Ван-Нихая» по Сирии пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, и он оставил там Сиру пророка, саллаху алейхи вассалям. Аш-шинкиты, Адуал-Баян, его Тафсир, он был лугавый, он был поэтом, был хорошо знал арабский язык, красный речевый, и оставил изюминку вот этого прекрасного арабского языка. Поэтому, аль-хамдуллах, из всех этих книг собрали Тафсир, собрали что-то из этой книги, что-то из этой, касательно сегодняшней суры, сура Ат-Такасур. То есть сегодняшняя у нас будет такая лекция, она чуть-чуть альмия, чуть-чуть, она будет не просто как напоминание, как нау'иза, как вагаз, как проповедь, а именно как урок, аль-хамдуллах, и нас требует эта наша религия, уцруб-ул-илм, требует знания, это фарт для каждого мусульманина и для каждой мусульманки. Сура 102, сура Священного Кур'ана, большинство из вас ее знают, если не все, сура Ат-Такасур, сура Ат-Такасур, где Субхану Хуа Та'але сказал, Ат-Такасур, В этой суре, во-первых, это сура, большинство ученых говорят, что это сура Макия, мекканская. Некоторые из ученых говорят, что она мединская. В чем отличие? Коран разделяется Макия и Мадония. Мекканский период – это до того, как порок Мухаммад сделал хиджру в Медине, все, что было неспознанно до этого – это Мекканский период. После того, как порок Мухаммад сделал хиджру в Медину, это сура Мадония. Даже если он после Медины посещал Мекку, и там мне посылались аяты, то эти аяты – мединские аяты. И мы знаем то, что отличается мединский период от мединского периода. Мекканский период, большинство, к чему призвал пророк Мухаммад саллаху алейсалям? Иль а-таухид – идти на Божию. Потом уже в Медине он разъяснял религию. И это Мекканская сура по большинству мнениях ученых. Аллах, Субхану ва Та'але, сказал аль-ха-кум-ут-така-сур. Аль-ха-кум, то есть ан-са-кум, а-та-ка-сур. Заставило вас забыть а-та-ка-сур, приумножение, отвлекло вас приумножение. Как на сегодняшний день, уважаемые братья, часто, Субхану Аллах, мы в этой дуне забываем об ахирате, живем бытовыми какими-то моментами, часто мало вспоминаем ахират, мало вспоминаем смерть, мало вспоминаем судный день. Человек готов ради мирского забыть о судном дне, забыть принципы вот этого, к чему Аллах, Субхану ва Та'але, нас призывает. Аллах, Субхану ва Та'але, говорит аль-ха-кум-ут-така-сур, отвлекло вас приумножение, ан-са-кум, то есть заставило забыть вас приумножение. Аль-така-сур, что такое приумножение? Аль-амуаль, аль-ау-ляд, аль-тафахурун бишек ла-ам бил-аба ва ла-дждад. Аль-така-сур, приумножение в имуществе, то есть в богатстве людей, днем и ночью говорят только о деньгах, забывают о, Субхану Аллах, об ахирате, забывают о намазе иногда, отвлекает их работу, отвлекает деньги. Также аль-ау-ляд, дети. Бывает такое, что дети отвлекают от поминания Аллаха, Субхану ва-та-аля. Человек оставляет молитву ради детей, играется с ними и так далее. Поэтому Аллах, Субхану ва-та-аля, говорит в Коран ла-тул-хейкум амвалюкум, ва ла-у-лядукум амвикриллах. Пусть вас не отдаляют ни ваше имущество, ни ваши дети от поминания Аллаха. И также, как говорится, ученые говорят, тафахур, когда человек гордится своими отцами и своими дедами. То есть, жизнь тратят на то, что между собой они спорят, у кого отец лучше, у кого дед был лучше. Как бы это, или между нациями, у кого нация лучше, у кого превосхождение лучше. И сабабан-нузул, именно причина неспосылания этой суры, ученые говорят, три. Первое. Знаете, курайшиты — это такой тип, такая кабеля, клан курайшиты. Но внутри курайшитов были другие, еще много кланов. Между собой они все время делали то, что восхищались, чьи отцы лучше, наши или ваши. Горзили своими отцами. И тем самым забыли об Ахирате. Другой же, бейн-аль-ансар, среди жителей Медины, один клан возгорождался над другим. И между иудеями. На то время в Медине было три основных клана иудейских. Бану-Кайнука, Бану-Надыр, Бану-Курайда. И они между собой спорили, кто лучше, какой клан лучше. Субхану Ва-Та'але говорит, отвлекло вас при умножении до тех пор, пока вы не посетили могилы, кладбище. Здесь тоже два мнения среди муфессиров, ученых. То есть, до тех пор, пока вы не пошли, до того вас отвлекло вот это самовосхищение своими отцами, своими дедами, до того, что уже никого не осталось из живых, они шли на кладбище и восхищались своими мертвыми отцами. Вот это мой отец тут лежит, дедушка, он был таким-то, таким-то. А мой дедушка лежит, он таким-то, таким-то. Другое же мнение, и оно более достоверно. До тех пор, пока вы не посетили могилы, и на этом большинство мнений ученых до тех пор, пока вы не умерли. То есть, до тех пор, пока вы не посетили могилы, имеется в виду, пока вас не принесли мертвыми и закопали, положили могилы. То есть, человек так был занят этой дуньей, и забыл о вечности, об Ахирате, до тех пор, пока он не умер. То есть, вот это гафля. То есть, человек отвлекся, забыл, ради чего Аллах, Субхану Таиле, его сотворил. Забыл то, что мы кушаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы кушать. Как Аллах, Субхану Таиле, в Коране сказал, в Фил-Хадиде. И аламу, аннамал хаяту дуния лаибу, в лаху, в зина, в тафахуру байнакум, в текاثру фил амвали, в аулады. Здесь тоже, Субхану Таиле, сказал, Субхану Таиле, текاثру. Знаете, то, что это жизнь, дуния, лаху, забава, игра, зина, приукрашение. И возгоржение между двумя людьми, между людьми. То есть один человек над другим возгоржается, гордится над ним, другой над другим. И также это приумножение в имуществе, в богатстве и в детях. То есть, субхану Таиле нам говорит, вы настолько были отвлеклены, эта дуния вас отвлекла от вечности, и вы не были бдительными. И вот вы посетили могилы, умерли, вас положили, вас похоронили. А смерть, она приходит, фаджа, бахта, внезапно. Даже человек, когда в больнице лежит, его близкие думают, что вот-вот он выздоровеет, и резко приходит смерть. То есть не так смерть, что мы будем готовиться к ней, там через год она придет. Так же кажется, шайтан Юсвис, через 10 лет она придет. Еще я молодой. И молодой умирает. И любого возраста не имеет отношения к смерти. Она резко, внезапно приходит. Человек думает, строит планы, секунда, и все, его жизнь закончилась. То есть так вы отвлеклись от Ахирата, то, что вы посетили могилу. Человек был ослеплен, пока не посетил свою могилу мертвым. То есть он собирал в этой жизни много имущества, копил. Все это его отвлекало от поминания Аллаха, и все оставил здесь, ушел из этой жизни. Один из бедуинов услышал, когда один из сахабов читал эту ссуру. Тогда он сказал, То есть когда он услышал, клянусь я господом Каабы, так он говорил в бедуин, клянусь я господом Каабы. То есть Аллахом, субхану ва-те-Аля, то, что они воскреснут, поистине, аз-за-ир, тот, кто посещает, он должен покинуть эту местность. Что имеется в виду? Аллах, субхану ва-те-Аля, сказал, Вы посетите могилы. То есть не сказал, субхану ва-те-Аля, вы там останетесь навечно. Посетите. Человек приходит в гости, посещает, потом он уходит, посещает мечеть, потом после намаза уходит. Так же и могилу он, да, посетит, но потом уйдет, то есть воскреснет. И этим, как говорит ученый, у зияры, у зиярата, у посещения есть сроки. То есть оно закончится, это посещение. Какое бы длинное посещение не было, оно закончится. И здесь этот бедуин взял далиль, доказательство, этот ая. То есть есть в могиле наказание и есть в могиле наслаждение. То есть он будет наказываться, человек в могиле, или наслаждаться, потом воскреснет. Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху вассалям, аль-кабр, рауза, миря, дель-джанна, ау-хуфра, мир-хуфрин-нар. Кабр, могила, это сад из садов рая, или яма из ям ада. Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху вассалям. То есть человек будет, юхасев, фил-кабр, будет спрошен в могиле, будет отчитываться в могиле, или его будут наказывать, или его будут наслаждать до Судного дня. Да, Аллах, Субханна, что у нас были могилы, иншаллах, священными, чтобы мы там наслаждались. И слово макабир в салямском языке макбара قال ахли лаим лам тузкар калимату макбара бисмиха илла фи хадисура. Запомните, слово макабир, макбара, не упомянуто во всем Коране, нигде, кроме в этой суре. Теперь немножко вернемся в тариф, в историю. Касательно могил. Как-нибудь отдельно поговорим по поводу зияра или макабир, какой этикет посещения кладбищ. Возьмем могилу пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, тот, кто ездил в Медину, посещал его могилу, или тот, кто, да, Аллах, Субханна, из вас поедет, посетит ее. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, дуфиня фи хиджир умель му'менина Аиша. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, похоронен в комнате мамы правоведных Аиша, саллаху алейхи вассалям, через санатейн, через два с лишним месяца, через два года и несколько месяцев умер Абу Бакар, саллаху алейхи вассалям, и его похоронили на правом боку, рядом с пророком Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям. То есть, когда мы приходим, например, в Медину, видим могилу пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, потом Абу Бакар, саллаху алейхи вассалям, потом Умар, и мы говорим ассаляму алейка, я Расуль Аллах, «Ассаляму алейки, я Аба Бакр», «Ассаляму алейки, я Умар». Все, и выходим. Нельзя там просить у них что-то, обращаться к ним. То есть «салям» даем и выходим. И здесь, после 10 лет, умер пророк Абу Бакр, через 10 лет умер Умар. Но Аиша хотела, чтобы ее похоронили рядом с ее отцом Абу Бакром и пророком Мухаммадом. Но она вступила Умару в свое место. Его похоронили на правом боку тоже, рядом с Абу Бакром. Рад Аллаху Аняху. Большинство уммам правоверных, то есть жены пророка Мухаммада, саллаху алейкин вассалям, похоронены в кладбище Бакия. Если посмотреть восточной стороной мечети пророка Мухаммада, саллаху алейкин вассалям, там есть кладбище, называется Бакия. Большинство жен пророка, саллаху алейкин вассалям, похоронены там. Кроме уммам Маймуна, Аль-Хилалия, она похоронена тоже, жена была пророка Мухаммада, саллаху алейкин вассалям. Пророк Мухаммад, саллаху алейхиссалям, женился на ней в седьмом году после хиджри. И похоронили ее в Тан'им. Каблю Тан'им, макбара, кладбище, которое называется Сариф. Если из Медины, когда ехать в Мекку, при въезде в Мекку, есть с левой стороны мечеть Айши. Тан'им называется вот эта местность, где меканцы, мекат для меканцев, там они называют храм. Или когда иногда на умру кто приезжает, потом хотят еще умру совершить, выезжают к этой мечети. Вот не доезжая к этой мечети, справа стороны, есть кладбище Сариф, там похоронено умму Маймона. Теперь такой вопрос, я думаю, на сегодняшний день актуален, потому что часто бывает, у кого-то умер, например, близкий ему человек. Папа, рахамуллах. И рядом с ним человек, кто-то хочет оставить место для мамы. Бывает такое в регионах, у нас, например, ульяновские бывают, или для дяди, для близкого, оставьте место, это тут отец похоронен, рядом хочу маму похоронить. Это с точки зрения шариата делать не нужно. Эти люди почему хотят похоронить рядом, думают, что если рядом похоронен, то в вечности они вместе будут. Но это не так. Есть люди, которые похоронены рядом, но они вместе не будут. Один, например, был из ахл-иман, другой был грешником, один будет наказываться, другой будет в могиле наслаждаться. Но если все были верующие, несмотря на то, где бы они были похоронены, они будут вместе всегда. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, ты из тем, кого ты любишь. И давайте посмотрим. Аббас, дядя пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, его сыновья, Абдуллах, похоронен в Медине, где дверь Бабуссалям, там похоронен его сын Абдуллах. Другой сын Абдуллах, похоронен в Таифе, 100 километров от Мекки. Другой сын Фадль, старший сын Аббаса, поэтому у него кунья была Абу Фадль. Он похоронен в Шаме. Другой Кусам, тоже сын Аббаса, похоронен в Самарканде, в Узбекистане. Другой сын Маабад, похоронен в Африке. И все они родные братья, и все они из Ахлюль Фердауси Аля, из обитателей Фердауси, и все они будут в раю вместе. То есть, несмотря на то, что они в разных регионах похоронены, в разных странах, это не имеет значения. То есть, они будут вместе, если были верующими. Теперь вернемся к Тафсиру. До тех пор, пока вы не посетите макабир, кладбище, могилы. После этого Субхану Ва Тааля говорит, Но нет же, в будущем вы узнаете. То есть, узнаете вы в будущем, говорит, Субхану Ва Тааля, сейчас поймем, что узнаете. После этого Аллах Субхану Ва Тааля повторяет, затем, непременно, в последующем вы узнаете. Здесь вот Аллах Субхану Ва Тааля два раза повторяет, и чтобы у вас понимание было в Тафсире, когда повторяются часто аяты, или повторяется в одном аяте несколько вещей. Например, Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Инна Ибрахима кана уммата каанита лиллах ханифа ва лам яку минал мушрикин». Поистине Ибрахим кана умм, был уммой, общиной, ладзью тутаба, тот, за кем следует, один человек, как община. От этого понятно, что он был благим человеком, верующим. Аллах Субхану Ва Тааля добавляет, каанита лиллах, искренним перед Аллахом. Если он был искренним с Аллахом, Субхану Ва Тааля, вопросы ширко отпадают сразу. Но Аллах Субхану Ва Тааля добавляет и говорит, ханиф, единобожник. И еще в конце добавляет в этом же аяте, «И не было числа язычников». Если он был ханиф, единобожником, ясное дело, что не было язычника. Но почему Аллах Субхану Ва Тааля повторяет, для конкретизации, чтобы все вопросы убрать, точку поставить, печать поставить? Или Аллах Субхану Ва Тааля говорит, в сурате Рум, «И знамение его, из знамения Аллаха, то, что он из вас же вам сотворил пару, из Адама, Еву, из мужчины, женщину, для трех вещей. Чтобы вы в ней находили спокойствие, своей супруге». Второе. «Между мужем и женой Аллах создал любовь, не просто любовь, забота друг о друге». И потом заканчивается ая, Субхану Ва Тааля говорит, «Инна фи далика ла аят». Поистине в этом есть знамение. «И кауми это факрун». Аллах Субхану Ва Тааля начал аят из знамения Аллаха и закончил поистине в этом знамение. Для чего литки, для конкретизации. Но здесь слово, где Аллах Субхану Ва Тааля в одном аяте, в третьем говорит, «Калла сауфа та'ламун». И потом, повторяя в четвертом, «Сумма калла сауфа та'ламун». Нам нужно разобрать, здесь для конкретизации, или второе, где Субхану Ва Тааля говорит, потом вы узнаете, это несет отдельный смысл. Здесь, «Калла ахлю бааду ахлю аль аин». Некоторые из ученых, из муфасиров сказали, здесь Аллах Субхану Ва Тааля повторяет, для подтверждения, для конкретизации. Нет, вы узнаете. Потом, «Нет, вы непременно узнаете». Как бы, чтобы люди были бдительны по отношению к этому. Другие же ученые, и на этом большинство мнения, «Джамихир ахл аль аль альм», говорят, то первое, где Аллах Субхану Ва Тааля сказал, «Вы узнаете», и во втором сказал, «Сумма калла сауфа та'ламун». Потом, «Нет же, вы узнаете непременно», несет два смысла, два разных смысла. Некоторые ученые говорят, первое, «Аль-Уля», где Субхану Ва Тааля сказал, «Калла сауфа та'ламун», «Но нет же, вы узнаете», это когда, «Филькабр», когда вас положат в могилу. То есть, человек положит в могилу, он увидит то, что не видел раньше. Страх. Положили, первый раз его в жизни, положили в могилу. Он ушел из этой дуни. Второе, где, Субхану Ва Тааля, «Нет, потом вы узнаете, «Аинда лбаев», когда он воскреснет из могилы. Тоже для него будет первое событие в его жизни. И, как Аллах, Субхану Ва Тааля, в суре, «Аль-Зумар» говорит, «Ва нуфи хафи ссур, фаса'и ка ман фи ссамавати, у ман фи л арди, илля ман ша Аллах, сумма нуфи хафи хи ухра, фаидахум кияму нюанзурун». Когда Исрафил, алей-салям, подует в горн, все уничтожатся. А потом, когда второй раз подунет в горн, все воскреснут. То есть уничтожатся, умрут в хабр, в могиле. Второй раз, когда подунет, все воскреснут. Это далиль. Другое же мнение ученых, что имеется в виду в первом аяте, в третьем аяте, где сказал, Субхану Ва Тааля, «Калла сауфа тааламун», и в четвертом, «Тумна калла сауфа тааламун». Первое, «Анда худур са карат в маут». И на этом большинство мнений ученых, что он узнает, когда увидит ангела смерти. И каждый увидит ангела смерти, тебе, не тебе, никому не сбежать. Каждый из нас увидит перед собой ангела смерти. И он увидит его или в красивом облике, или в страшном. Зависит от веры человека, от его набоженности, от его богобоязненности. И второе, когда он увидит, «Калла сауфа тааламун», второе, «Тумна калла сауфа тааламун», потом вы непременно увидите, «Ида дахала иля кабри», когда он ляжет в могилу, когда он ляжет в свою могилу. И теперь здесь, почему ученые, дают такой тавсир, почему первое, «Калла сауфа тааламун», нет же, вы упременно узнаете, когда увидите Сакарат аль-Маут, когда увидите ангела смерти. Второе, «Тумна калла сауфа тааламун», потом вы непременно узнаете. Здесь, почему так они делают такой тавсир, по четырем вещам основным. Первое, «Далильный» это какой? «Ида хитамалал ая», это, из знаний муфасиров. «Ида хитамалал ая таакид ау-та-сис, фа-та-сис му-каддима аля-та-акид». То есть, если в аяте есть два выбора, или подтвердить что-то, или принести новый смысл, то новый смысл, он более достоверный, он более первоначальный, чем повторить что-то. Это из правилов муфасиров. Если где-то есть выбор, или это подтвердить, или принести новый смысл, то новый смысл, это из высказаний муфасиров, он более первостепенный. Второе, «Далильный» это, что Аллах, «Субханалу а-та-Аля сказал», «Келля сауфа ти'а ламун», потом сказал, что? «Тумма», «Слово тумма», «Потом». Он не сказал, «Келля сауфа ти'а ламун», и в следующем аяте опять, «Келля сауфа ти'а ламун», нет, «Тумма», есть слово «Тумма», «Потом», слово «Потом» в арабском языке дает нам, что понимать, ал-вақт, аль-тарахи, то есть, время между первым, то, что вы узнаете, и между вторым, то, что вы узнаете. Третий далил муфассиров, то, что это ясно и очевидно. То есть, то, что человек увидит перед смертью, ангел смерти, отличается от того, что он увидит в могиле. И четвертый, это самый сильный далил на это, то, что два значения несет, эти два аята, когда его спросили, тавсир этого аята, он сказал, первое, когда ты увидишь ангела смерти, а второе, это когда тебя положат в могилу. В пятом аяте, Субхану Ва Та'Аля, говорит, нет же, если бы вы обладали очевидными знаниями, то есть, очевидность, полную убежденность, если бы вы только познали. В Коране есть касательно якин, якин — это убежденность. Есть три вещи. Есть илму-ли-якин, есть айн-ли-якин, есть сурата ал-ва-ки'а хак-кул-якин. Илму-ли-якин — знание убежденности, айн-ли-якин — то, что видишь воочию убежденно, и третье, хак-кул-якин — то, что ты познал истинно убежденно. Первый, «Ильмуль-якин», знание убежденности, «Лишиддатиль иман», когда у человека сильный иман. То есть мы с вами, братья, не видели рай, не видели ад. Правильно? Но у нас есть иман, мы верим в это. Мы не верили Аллаха, но мы верим в это. Мы не знаем, еще не встретились с судном днем, но верим в это. Ангелов не видели, верим в это. Джинов не видели, верим в это. Второй, «Айнуль-якин», «Мушахаду хиссия бель айн», когда человек видит глазом что-то. И третий, «Хаккуль-якин», истинное познание, искренно это, когда человек может потрогать это. И ученые приводят красивый пример, как различить между «Айлмуль-якин», «Хаккуль-якин» и «Айнуль-якин». Если человеку скажут, «Ты веришь, что есть кааба?» Сейчас все уже по телевизору видели, в интернетах. Но раньше, когда не было телевидения, интернетов, говорят, «Ты веришь, что есть кааба?» Человек, например, в России живет и поклоняется Аллаху, и ищет, где находится по солнцу, где находится кааба. Он говорит, «Да, я верю». Он не видел, но он верит. Это «Айлмуль-якин». Из его сильного имана он видит. Второе, если Аллах, Субхану Талли, ему облегчил путь, в Мекку он приехал, увидел воочию каабу. Это «Айнуль-якин», потому что глаза увидел. Третье, когда приехал в Мекку, дотронулся, поцеловал каабу, это «Хак-куль-якин». Поэтому Аллах, Субхану Талли, дальше говорит, если бы вы обладали знанием убежденности, то есть если бы вы только знали, искренне знали, искренне верили, знали, здесь два мнения ученых есть. Первое, когда мы читаем эту суру, говорим, должны обязательно остановиться. Если бы вы обладали знанием убежденности. Почему? Потому что в следующем Аяте Аллах, Субхану Талли, говорит, вы непременно бы увидели, вы непременно увидите ад. И здесь то есть Аллах, Субхану Талли, тут какой? Некоторые переводят и говорят, если бы вы обладали убежденными знаниями, то бы вы непременно бы увидели ад. Ну, давайте теперь спросим, задаем вопрос, человек неверующий, не верит в то, что есть ад, он не увидит ад? Он увидит ад. Не то, что увидит, его выкинут в ад. То есть это не имеет такое значение. Поэтому нужно здесь остановиться. Как бы Аллах, Субхану Талли, говорит, для таравуна аль-джахим вы непременно увидите ад, то есть клянется Аллах, Субхану Талли, своим величием, говорит, клянусь своим величием, вы все воскреснете и непременно увидите ад. То есть в этом, чтобы увидеть ад, оно не связано, чтобы верить в ад. Если человек не верит в ад, он все равно увидит ад. второе мнение, оно более слабое, но мы тоже, у нас мы сказали урок знаний, мы должны взять. Это первое мнение, это самое достоверное мнение. Второе мнение, оно послабше, но тоже есть некоторые ученые, другой, это все делают этому, говорят, то есть человек верит в ад сердцем. То есть он не видел ад, но он верит. Например, когда читает намаз, теперь с собой, если он не понимает Коран, представляешь, что ад, боится ада, то есть некое такое себе напоминание делает. Как делали сахабы, когда смотрели на огонь, и пророк Мухаммад, саллаху алейхимуссалям, сказал, поистине, этот огонь, которого вы видите в этой дунье, это 70-я частичка того огня, который в Ахирате. И тогда сахабы заплакали и сказали, если бы был этот огонь, достаточно было для боли, почувствовать боль в судный день. А другие, некоторые, часто, кстати, имамы приводят хадис, где ад, он был вначале красным, потом черным, потом пылающий ад, это хадис недостоверный. Но то, что достоверно касается ада, этот огонь, который в этой жизни, это частичка из 70 частей ада, огня судного дня. Когда сахабы заплакали, сказали, если бы было это только огонь, который в этой дунье, это было достаточно. Поэтому, и когда он размышляет об огне, об аде, он в этот момент боится Аллаха, субхану ва-та-Аля. Но более достоверное мнение, как мы с вами сказали, то есть, где Аллах, субхану ва-та-Аля, он разделяет. Это не имеет отношения к тому, что если бы вы уверили, вы бы увидели. Безразний человек уверит в ад, не верит, все равно он увидит. одно из названий ада, одно из названий огня, называется. Пускай Аллах убережет наши лица от этого. Следующий маят, субхану ва-та-Аля, говорит, затем вы обязательно увидите его своими глазами. Здесь, в этом маяте, Аллах, субхану ва-та-Аля, что? Перешел от знания истины к видению. Все увидят ад. Человек будет проходить по мосту, даже верующий, не верующий, все под низом будет ад. Кто-то упадет у него, кто-то будет обжигаться, кто-то быстро пройдет, но все равно верующие все увидят внизу плавающий ад и пройдут в джанна, иншаллах. И если взять Ибрахим, алейсалям, в суратах Бакара, когда он сказал Рабби, о мой Господь, покажи, как ты оживляешь мертвого. Ибрахим, алейсалям, знал, у него был искренное знание об этом, то, что Аллах может оживить мертвого. Тогда Аллах спросил его, сказал, ты не веришь? Он говорит, нет, я верю, но чтобы успокоить свое сердце. И тогда Аллах оживил птичку, умерзвил, оживил, собрал ее вместе, и здесь он успокоился, его сердце. Отсюда он что перешел от знания, то, что он был, верил в это. Потом Аллах ему показал, Субхану увидел это воочию, как оживил, и потрогал он это живое существо, перешел в и в последнем аяте Субхану говорит, говорит, и потом вы непременно будете спрошены о благах, о благополучии. Здесь задается вопрос, кто будет спрошен? Му'мина у кафир, верующий или неверующий? Правильно, все, и верующие, и неверующие. Но, однако, му'мина у верующих, Аллах спросит другим вопросом, потому что он, Аллах давал ему деньги, он расходовал на халяль, Аллах дал ему, он через никах жил свою супругу, ни зина не делал, благодарил Аллаха за все милости. его Аллах по-другому спросит, кафир по-другому будет спрошен. И далиль, то, что все будут спрошены, киса, история. Пророк Мухаммад один раз ночью проснулся, зашел в мечеть и увидел там Абу Бакар и Умар и Бин Хаттаб ночью. Тогда Пророк Мухаммад спросил, что вас вывело ночью, почему вы не спите? Абу и Умар и Бин Хаттаб сказали, нас ничто не вывело, кроме как голод. Мы не можем уснуть голодно. Пророк сказал, и я тоже голоден. И тогда Пророк Мухаммад и вот это было качество, которое нам всем нужно взять от посланника Аллаха и Аллах говорит, для вас посланник Аллаха красивый пример, то, что Пророк любил отдавать свое другим и любил делиться с другими. Он взял их и говорит, пойдемте к богатому сахабе Абу Айюб Амсари. То есть даже когда была битва Урва Аль-Хандык, когда было много сахабов и был сильный голод, Пророк призвел себя камень и принесли тогда маленькую барашку и финики, на что сказали для Пророка посланник Аллаха сказал, я один не буду кушать, все будем кушать. Тогда сказал, не хватит всем это, покушай ты тебе, чтобы найти. Он сказал, бисмилля в гостях и вернулся Абу Айюб Амсари и она сказала, пришел, шли к нам гости Аррасуль саллаллаху алейхи саллаллаху Абу Акру Амар пришли к нам гости Пророк Мухаммед саллаллаху Абу Акру Амар и что сказал Абу Айюб Амсари Мне никогда подобные гости никогда не посещали меня. Как он обрадовался им. Самый лучший из гостей посланник Аллаха Абу Акру Амар у меня в дом в гостях ко мне пришли. То есть так соревновались всегда вот сахабы, чтобы взять гостя Пророка Мухаммеда саллаллаху алейхи саллаллаху в себе. Помните историю, когда один пришел из мусайфиров и Пророк Мухаммед саллаллаху алейхи саллаллаху забрал его к себе, никому не отдал гостя и повел к себе домой и спросил есть что-то у нас покушать? У супруги спрашивают у нас нет ничего кроме воды в доме посланника Аллаха Тогда пророк сказал, кто возьмет гостя, посланник Аллаха. И все начали соревноваться, не спрашивая, есть ли у нас дома еда или нет. Своей супруге они не спрашивали. Я возьму гостя, посланник Аллаха. Приводит один из ансаров, один из жителей Медины, и спросил, есть что-то у нас покушать? Ничего нет, кроме еда для детей. И тогда он что-то сказал, усыпи детей. Они потушили лампу и начали кушать, как будто он вместе с ними кушает. И он кушал, наедался, наелся, думал, что они богаты, живут. Но у них ничего дома не было, субханаллах. И пророк сказал на следующий день, пришел ко мне Джабриль и сказал, Аллах удивился вашим поступком ночью и обещал им за это рай. И вот таким же образом пророк Мухаммад повел Абу Бакара и Умара в дом Абу Аюбинансари. И когда он вернулся, он говорит, не было у меня боли. Лучших гостей, чем Абу Бакар, чем пророк Мухаммад, чем Абу Бакар, чем Умар. И тогда положил три вида фиников. Аль-Тамр, аль-Ротаб, аль-Бисер. Три вида фиников. И взял ножик и хотел зарежать козу. Тогда пророк Мухаммад подшутил над ним и сказал, Ияков Аль-Халюб. Ни в коем случае не режь ту козу, которую дает молоко. Ни в коем случае не делай этого. Тогда Абу Аюбинансари сказал, хорошо. Зарезал варашка вот эту козу. Поставил три вида фиников. Вот это была еда. А сейчас вот перед тем, как мы дальше посмотрим на продолжительность этой истории. Вот мы что кушаем с вами, маша Аллах. Выбираем на сегодняшний день. Такую еду хочу. Сегодня рыбу хочу. Завтра там мясо хочу. Сегодня такой хинкал хочу. Завтра другой. То есть выбираем мы еду. Супруге звоним. Мы сегодня это приготовим. А вот это была еда. Маленькая коза, небольшая, и три вида фиников. И когда они покушали, Пророк Мухаммад, салллаху алейху ассаляму, заплакал. Так плакал, что его борода промокла от слез. И тогда захабы сказали, Абу Бакар, далаху аль-ау-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану-ану. Что тебя заставило плакать у посланника Аллаха? И он прочитал ая из айя и сказал, и затем вы непременно будете спрошенны за те блага, которые Аллах вам дал. За эту еду, которую вы кушаете Сейчас Аллах спросит у вас Судный день Поэтому, братья мои, сегодня мы что только не кушаем Сколько милости Аллах нам дал Иман, самый великий милость, что мы мусульмане То, что мы верующие, альхамдулЛля Сегодня вот мечеть приехали Кто-то поехал сегодня на харамные дела Вы сюда пришли, Аллах вам пожелал Нам пожелал здесь вместе быть, поклоняться Аллаху, Субхану и Тааля Мы можем видеть, мы можем слышать Мы можем ходить Субхану Аллаху Вода, которую Аллах, Субхану и Тааля нам дал В африканских странах там невкусная вода Дети умирают от того, что воды нет Но мы пьем воду, альхамдулЛля Даже когда берем стакан, мы можем поднять стакан Некоторые есть парализованные люди, не могут поднять стакан Мы с вами можем поднять стакан Глотаем, боли не чувствуем Как некоторые больные чувствуют, когда делают глоток какой-то Мы не в той ситуации, где тут война идет Сейчас пули летят Или там насекомые какие-то ядовитые ползают АльхамдулЛля Мы в милости Аллаха, Субхану и Тааля Поэтому мы должны с вами благодарить Аллаха, Субхану и Тааля, за эту милость Через шукр, через Если благодарный человек Аллаху Аллах еще больше дает ему Если вы будете благодарны мне То я вам еще больше дам, говорит Субхану и Тааля Но если вы будете благодарными То тогда увидите мое наказание И дай Аллах, Субхану и Тааля, чтобы мы получили пользу из этого Тафсира Чтобы Аллах, Субхану и Тааля, просил нам наши грехи Вместе собрал В судный день В джаннате И заканчивая этот Тафсир Хотелось бы провести стих одного из поэтов арабских Где он сказал касательно смерти Если бы мы Митна умерли И были оставлены То смерть была бы Раха Ли кулли хай Смерть была бы отдыхом для каждого живого Если бы человек умер и был оставлен Эта смерть была бы отдыхом для каждого мертвого Для каждого живого Но однако не так Если мы умрем, мы воскреснем И в этот момент будет все спрошены за каждую вещь Баракаллаху ланаву лакум Ва чезакуму лакхайр Ва саляллаху аля наби-и-мухаммад Ва аля алейхи ва сахмахи ва сахмахи ва сахмахи Баракаллаху лакхайр